Истолковывая данные стихи Писания, святые отцы уделяли особое внимание вопросу, для чего Христос предсказывает ученикам то, что должно с ним случиться. По мысли блаженных Феофилакта Болгарского и Иеронима Стридонского, Господь заранее говорит им о страданиях, чтобы они не подумали, что Он против воли страдает, а вместе с тем для того, чтобы не смутились неожиданным событиям, когда оно наступит. Иного мнения был святитель Николай Сербский, по мысли которого Божественный Учитель в присутствии своих учеников предсказывает нечто самое невероятное внешне, чтобы пробудить их веру в то, что свершится, и научить их веровать Его словам. Уже второй раз во время пребывания в Галилее, то есть за порядочное время до прихода в Иерусалим на страдания, повторяет Христос предсказание окрестной смерти. Об этом свидетельствуют не только Матфей, но и Марк и Лука. Ученики же не могли расстаться с мыслью, что Мессия будет царем, который избавит Израиль от притеснения римлян, покорит силой всех языческих вождей и торжественно вступит на престол Всемирного Царства. После того, как Петр исповедал Иисуса Мессией, Божественный Учитель предупредил апостолов, чтобы не обольщались, думая, что это царство наступит вскоре, прежде надлежало Христу быть преданным священнослужителями своего же народа в руки языческих оккупантов, умереть и воскреснуть в третий день. Но после этого ученики еще раз увидели величие Божие, нетленный фаворский свет, беседу с Христом Моисея и Илии, а также чудо изгнания демона, которое, по маловерию, апостолы не могли произвести сами. И Христос вновь называет Себя Сыном Человеческим. В эпоху Второго Храма, когда мессианские чаяния владели умами израильтян, каждый знал, что это слова из книги пророка Даниила, глава 7, стих 13. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И каждый понимал, что эти слова относятся к Мессии. Поэтому Иисус и произносит их. Именно Он есть Тот, Который должен прийти, а не другого ожидать им, пусть не соблазняются Его страданиям. Но Даниил пророчествует. «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не прийдет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила, глава 7, стихи 13-14. «Как же Христос предсказывает Его пленение?» Вечное царство наступит, но позже, а пока Христу еще надлежит войти в славу Свою через страдания. И заметим, что Иисус не говорит «Сына человеческого предадут», а «Сын человеческий предан будет» в страдательном залоге. Современные исследователи Библии считают, что такая форма употребляется, когда необходимо указать на божественное вмешательство. И «будет предан» подразумевает «предан по божественному произволению». Так что ученикам не стоит колебаться верой и думать, что высший план будет нарушен людьми. У Бога не изнеможет всякое слово. Однако этот план спасения будет осуществлен через крайнее беззаконие – предательство Иуды. Средневековый иудейский раввин Маймонит, кодификатор закона Вторы, писал, что запрещено предавать Иудея в руки язычников. Пусть бы он был крайним беззаконником, но фарисеи от злобы забыли свои обычаи. «В чьи руки будет предан Сын Человеческий?» – говорит Евангелие. «В руки Человеческие». Форма второго выражения явно зависит от первого, так что выражение звучит довольно парадоксально. Разве равны по чести Мессия, Сын Божий и Его пленители? И однако это еще одно доказательство истинной человеческой природы во Христе. Он подобен людям во всем, кроме греха. Но даже смерть не означает поражение. Христос не хочет опечаливать учеников сверх меры и тут же их утешает. В третий день воскреснет. И то, что Христос воскреснет, явлено в Писаниях. Пророк Исаия предсказывает, что после погребения отрока Божия Господу угодно очистить его от язвы. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 10. А псалмопевец Давид оканчивает пророческий 21-й псалом предсказанием, что после помощи страждущему наступит Господне Царство. Он будет владычествовать над народами, обратившимися к Нему. То самое долгожданное мессианское царство. Образом трехдневного воскресения является предсказанное Осией пророком. «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас». Книга пророка Осии, глава 6, стих 2. Итак, если бы ученики знали Слово Божие, то они не увидели бы противоречия между страданиями и славой Мессии. И Христос внушал ученикам, что Сын Человеческий в Писаниях Даниила тот же, что и страждущий отрок Божий в Писаниях Исаии. Но поняли ли они? Евангелист отмечает, что они весьма опечалились. Они горячо любили Учителя и сопереживали Ему, но до высот Его учения все еще не воспарили. Даже предсказание о Воскресении не вывело их из скорби. Евангелист Лука замечает, что они и спросить боялись, вдруг Господь даст им еще более скорбную весть. Поэтому не будем колебаться верой от несправедливости, творящейся на земле, и собственных горестей. Мы ждем Царства, которое не от мира сего. И если страдания Христовы и смерть не противоречат Его будущему прославлению, то и наши земные испытания не означают оставленности Богом. Ведь христиане – наследники Божии, сонаследники же Христу. И если они с Ним страдают, с Ним и прославятся. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok